Товарищи Главное не победа, а главное участие Всероссийский кросс наций, Всероссийский день бега Является одним из крупнейших на ряду лыжней России спортивных мероприятий в нашей стране Его цель это привлечение людей всех возрастов занятием физической культурой и спортом Сегодня участники Всероссийского дня бега кросса наций И как мы его называем осенний кросс Станут более полутора миллионов человек по всей стране Массовый спортивный праздник сегодня объединяет 84 региона нашей страны Бег сегодня становится очень популярным в нашей стране Это константирует как спортивные федерации, так и регионы Набирают обороты такие мероприятия, как марафоны, полумарафоны во многих городах России Сегодня и Новгородская область присоединяется к мероприятию уже в 13 раз Я желаю всем участников соревнований легкого старта, ярких впечатлений и хорошего настроения Несмотря на сегодняшнюю немножко дождливую погоду Представляется главе Хронинского муниципального района Новоселовой Светлане Анатольевне Дорогие болельщики, я надеюсь, что действительно несмотря на осеннюю погоду И на непрекращающееся все лето дождь Сегодня у нас будет замечательный день День хорошего настроения День здоровья Для кого-то день новых спортивных побед А для кого-то просто праздник Дорогие друзья, от имени администрации района, от себя лично Поздравляю всех участников нашего кросса нации Осеннего кросса Хронинского района У нас сегодня немножко другие маршруты, Дмитрий Михайлович всем расскажет Поэтому будьте внимательны, не заблудитесь на новых маршрутах Желаем всем новых спортивных побед и побед для своего личного здоровья С праздником всех! Внимание участники, становись, равняйсь Смирно звучит гимн Российской Федерации Смирно звучит гимн Российской Федерации Раз, два Шки в ширине Назад хлопок, перед, перед, хлопок Перед, перед, хлопок Перед, перед, хлопок Повторяйте за нами Шаг вправо, хлопок Готовы И шаг, хлопок, хлопок, хлопок Левая, правая, левая, шаг, хлопок Шаг, хлопок Повторяйте вместе Правая, левая, правая, левая, шаг, хлопок Еще раз Смирно звучит гимн Российской Федерации 4, 5, 6, 7, 2 раза. На раз, два, правая, правая, мимо. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Команда желтых палатку поставила. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 —иея Золотарева И первое место в группе «Дети до семи лет» заняла Арина Белова Аплодисменты! Второе место в этой категории завоевал Евгений Семенов, Артем Трофимов. Ваши аплодисменты нашим юным спортсменам. АПЛОДИСМЕНТЫ Мальчики 7-10 лет. Занял Артем Борисов. АПЛОДИСМЕНТЫ Мария Матвеева. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем! 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 За второе место награждается Диана Станчукова. Большое спасибо, переходим к группе женщины 18-29 лет. И первое место в возрастной категории мужчины 40-59 лет одержал Никуленков Юрий. Спасибо большое нашим победителям. Переходим к группе ветераны спорта. Награждается Енотов Владимир. Спасибо. И первое место в возрастной группе ветераны занял Иван Виноградов. Ваши аплодисменты. Большое спасибо победителям. Первое место в группе ветераны среди женщин заняла Орлова Валентина. Большое спасибо нашим победительницам. Итак, и это еще не все. У нас есть два благодарственных письма администрации Хвойненского муниципального района. Выражаем глубокую признательность и искреннюю благодарность за активное участие в общественной и спортивной жизни. Желаем неиссякаемой энергии, оптимизма, достижений и побед. Вручается учащимся 5-го Б-класса школы имени Горюнова поселка Хвойное. Классный руководитель Загузова Наталья Ивановна. И второе благодарственное письмо вручается учащимся 9-го Б-класса школы номер 2 имени Горюнова поселка Хвойное. Классный руководитель Градусова Елена Евгеньевна. От школы номер 2 имени Горюнова в этом году была самая массовая заявка на «Осенний кросс». Аплодисменты. Спасибо большое. Итак, ну вот и закончился у нас сегодняшний забег «Осенний кросс-2017». Спасибо всем участникам, что пришли, не испугались дождливой погоды. Ждем вас на наших спортивных соревнованиях, не только на кроссе, но и на других. Хорошего настроения, занимайтесь спортом. До новых встреч. В сегодняшнем мероприятии «Осенний кросс-2017» в Хонинском муниципальном районе приняло порядка 300 человек. «Осенний кросс-2017» в Хонинском муниципальном районе проводится уже много лет. Проходит он в рамках массового легкоатлетического всероссийского забега «Кросс-наций». Проводится с целью популяризации и привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом. К тем, кто сегодня не пришел на наше замечательное мероприятие, хотел бы обратиться с призывом, в следующий раз пришли и привели своих родных, близких, друзей, чтобы это мероприятие еще проходило более массово, с большим размахом, красиво, чтобы у нас в Хонинском районе было еще больше спортсменов. Продолжение следует...